Но также, как при рабовладении, могут развиваться производительные силы. Точно так же само рабовладение является тормозом развития производительных сил. В чем этот тормоз состоит? В том, что работник, непосредственный производитель раб, никак, никоим образом не заинтересован в развитии производительных сил. От того, что он что-нибудь усовершенствует или больше сделает, его жизнь и судьба не изменятся. Он предназначен к тому, чтобы умереть на работе для своего хозяина. Поэтому никаких стимулов для раба увеличивать производительную силу своего рабского труда нет и не может быть. В этом ограниченность рабовладения. По сравнению с рабовладением, более передовым, более прогрессивным является такой строй, когда работника можно продать отдельно от земли или вместе с землей, но убить нельзя. То есть, когда его, хотя еще и не воспринимают как полноценного человека, но уже и не считают рабом. Что это за строй? Это феодализм. Прихождение рабовладения и возникновение феодализма связывают с набегами варваров. Вот, говорят, набежали варвары и уничтожили такой прекрасный Рим. А варвары какой строй несли? Варварами они являлись, во-первых, постольку, поскольку еще не впитали культуру Древней Греции и Древнего Рима. А во-вторых, их, может быть, считали варварами потому, что они не знали, что к людям можно относиться просто как к говорящим орудием. Точно так же можно считать варварами дикими племенами ливийцев, установивших в цивилизованном буржуазном мире бесплатную медицину и образование. Вот мы в современной буржуазной России точно не варвары. У нас бесплатная медицина и образование хереют, а платность развивается, а там варвары. У нас в этом смысле Россия не варварская страна. Иногда, говорят, имея в виду крепостничество, что у нас было рабство. Даже президент Медведев, выступая в 2011 году в Санкт-Петербурге на конференции, посвященной отмене крепостного права, говорил, что вот мы празднуем где 150 лет освобождения от рабства. У нас, однако, в 1861 году было отменено не рабство, а крепостничество. Рабство или крепостничество – это большая разница. Можно работника убить или нельзя его убить – это мелочь, что ли? Это не мелочь. Это не значит, конечно, что в нарушении феодальных законов при феодализме не убивали людей. Или и сейчас убивают каждый день. Но это преступление. А при рабовладении убить своего раба не было преступления. Если чужого, то это преступление. А если своего раба – это не преступление. Это личное дело рабовладельца. Остатки рабовладельческих замашек еще и сейчас можно наблюдать на международной арене. Вот если американца кто убьет – это преступление. Это предлог, чтобы прилетели бомбардировщики, чтобы были убиты в том числе и те, кто к этому преступлению не причастен. А если американские солдаты, размещенные на военной базе в другой стране, убили гражданина этой страны, то это небольшая ошибка. И даже к суду убийцу не привлекут. Суверенность другой страны для США не существует. Например, американские спецслужбы в нарушение норм международного права вывезли российского гражданина Бута из Таиланда, привезли его в США, осудили и посадили в тюрьму. А почему мы не выкрали тех, кто совершил эту незаконную операцию и не осудили? И не осудили их по российским законам. У нас что, нет самолетов? Так у нас меньше самолетов и меньше расходов на армию. Поэтому мы не такая демократичная, как США, страна. А в Ливии уж точно варвары. Надо их бомбить. И вот сейчас вроде неприлично иметь убивать рабов, зато можно просто убивать граждан другой страны, не объявляя их рабами убивать и все. Вот если бы не было санкции Совета Безопасности ООН, это был бы фашизм на экспорт. Потому что фашизм состоит в отбрасывании демократических форм и в переходе к открытой, неприкрытой голосованиям, демократическими учреждениями, диктатуре, наиболее реакционных кругов империалистической буржуазии. А поскольку есть резолюция Совета Безопасности, то хотя она и нарушается, вроде это и не фашизм. Вроде это все демократично. Демократично? Голосовали же? Вот если я сейчас подойду и ударю кого-нибудь по голове, чтобы отнять у него то, что у него есть. Это скажут бандитизм. А если проголосуют, что он плохой, что надо порядок навести и что каждый должен подойти и по голове его ударить, ну, это будет демократично. Вернемся, однако, к развитию и разложению рабовладения. Наконец, появились такие средства производства, которые по существу исключали использование их рабами, потому что раб их испортит или сломает. Возникло острое противоречие. Были уже средства производства, которые значительно повышали производительность труда, но раб не был заинтересован их использовать, не хотел надлежащим образом действовать, да еще мог и сломать их. Что нужно было сделать для разрешения этого противоречия? Нельзя ли было как-нибудь так заинтересовать работника, чтобы он не ломал более эффективные средства производства и в то же время хозяина содержал? И вот совершился качественный скачок, переход к феодализму. Сохранение имеющегося качества в известных границах при наличии количественных изменений, качественные скачки, которым приводит накопление количественных изменений очередного нового качества, это в учении о бытии в науке логики Гегеля изображается узловой линией отношений меры. В учении о бытии вообще три части. Качество, количество, мера. Мера это окачественное количество, количество определенного качества. Так вот, идет изменение окачественного количества без изменения качества. Затем совершается качественный скачок, переход к другому качеству. Снова идет изменение количества, но уже нового качества. Опять качественный скачок, переход к новому качеству и так далее. Количество меняется непрерывно, а качество – порядки скачков, то есть перерывов постепенности. Перерыв постепенности – это скачок. История предстает как узловая линия отношений меры развития производительных сил. Скачками же в порядке революций совершаются переходы от более низких к более высоким общественно-экономическим формациям. При этом революции – это не просто скачки, не просто перерывы постепенности, а это такие качественные изменения, которые означают перевороты в экономическом базисе, во всех общественных отношениях, в политической и идеологической надстройке и установление более передовой общественно-экономической формации, базирующейся на более высоком способе производства. Если брать только политическую форму, то можно сказать, что при разложении демократических рабовладельческих государств получились антидемократические монархические режимы. Править в феодальных государствах стал феодальный класс. Феодалы изначально по рождению, то есть как благородные, предназначены к управлению экономикой и государством. А неблагородные, то есть крестьяне, должны работать на благородных, и за это им после работы на барщине дозволяется часть времени работать на себя, на свою семью. Кроме потомственного было и так называемое служилое дворянство. Так, например, когда Владимиру Ильичу Ленину исполнилось 16 лет, отец его получил за свои заслуги дворянство, и Владимир Ильич Ленин стал дворянином. И этот дворянин, пройдя царские тюрьму и ссылку, организовал в России революционную партию рабочего класса и возглавил социалистическую революцию. Другие вожди пролетариата не были дворянского звания. Вот Энгельс, хоть и фабрикант был, но неблагородного звания. Но раз фабрикант, то проспект его имени в Петербурге не переименовали. А Маркс вообще и не фабрикант, и неблагородного звания. Поэтому проспект Маркса в Большой Самсоневский проспект переименовали. Зато книгу его «Капитал» так роскошно после кризиса издали, как и в советское время не издавали. Видимо, кризис допек и помог понять значение гениального произведения Маркса. При феодализме класс дворян изначально правящий, а класс крестьян вообще не допускается к государственному управлению. Так что для выборов и голосований, характерных для буржуазной общественно-экономической формации, места нет. Соответственно, нет места и спорам о честных или нечестных выборах. Феодализм – очень честный строй. Крестьяне добывают хлеб насущный, дворяне управляют – вот и все. Это при буржуазной демократии обманывают трудящихся, говоря, что если провести честные выборы, трудящиеся победят. На самом деле, хоть честно проводи буржуазные выборы, хоть нечестно, все равно победят буржуазные партии, потому что господствующей идеологией в обществе является идеология господствующего класса. А люди голосуют в соответствии со своей идеологией. Только безграмотные люди считают, что в результате буржуазных выборов в буржуазном государстве, в буржуазном обществе может победить рабочий класс. Большевики так не считали, и потому не рассчитывали победить на выборах в учредительные собрания. Большевики стали советы создавать и в советах бороться. Но разве при буржуазной власти во всех советах было большинство большевиков? Да ничего подобного. Большевики понимали, что для удержания власти надо привлечь на свою сторону большинство народа. Но как они завоевали большинство? Сначала взяли государственную власть, с помощью этой власти дали землю крестьянам, фабрики рабочим, объявили мир народам, и благодаря этому привлекли на свою сторону большинство. Об этом очень хорошо написано в статье Ленина «Выборы в учредительные собрания и диктатура пролетариата» в сороковом томе полного собрания его сочинений. То есть после рабовладения более прогрессивное общество образовалось с прозрачными отношениями и потому можно считать честное. Продукт, созданный крестьянином на его кучке земли, это необходимый продукт, а продукт, созданный им на барщине, прибавочный продукт. Помещик выделил крестьянину кусок своей земли, и его не интересует, что и как крестьянин возделывает. А на барщине крестьянин делает то, что ему скажет назначенный барином управляющий. Раньше рабовладельцу приходилось голову ломать, что сеять, что сажать, что делать, чтобы рабы смогли прокормить себя и хозяина. А теперь? А теперь пусть крестьянин думает о своем прокормлении, а хозяин-барин должен думать, как рациональнее использовать труд крестьян для увеличения своего могущества. Труд на барщине — это святое. Если кто не пойдет на барщину или плохо работать будет, так и плетьми сечь можно. Закон дозволяет. Вспомним Некрасова. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. То есть не обязательно сам помещик бил своих крестьян, ведь он благородный. Он отправлял ее на Сенную. А там были люди, которые за отдельную плату это делали, чтобы после этой процедуры крестьянка была как шелковая. Это, конечно, строй не демократический, но порядок соблюдали. Смотрите, как все честно. Не отработает человек на барщине. То, что бы в следующий раз не увиливал, поведут на Сенную. И понятнее станет крестьянину, что продукт его труда, и понятнее станет крестьянину, что продукт его труда на барщине — это прибавочный продукт. А необходимый продукт для поддержания своей жизни и жизни своей семьи извольте создавать в свободное от барщины время на своем клочке земли. Вы себе и сено можете накосить, барин разрешает. В лес тоже можете ходить за грибами, и за ягодами тоже можете ходить, и коров пасти, только пусть не заходят на помешище поле. А вот на неудобьях вы можете своих лошадей и коз пасти. Короче говоря, ну, почти полную свободу дали этому крестьянину. Излишек своих продуктов можете продавать. Если после работы на барщине, после того, как вы накормили жену и 10-13 детей, у вас еще остались излишки продукта, созданного в свободное от барщины время. Тогда вы можете свести их на рынок, продать, а на вырученные деньги купить гвозди, подсолнечное масло и соль. А остальное сами делайте. Опять же, в свободное от барщины время. Придите, тките, шейте, стирайте. Почти полная самостоятельность, если бы не барщина. В переходный период от социализма к капитализму многие требовали «дайте нам самостоятельность в хозяйственных вопросах». Так вот, была такая самостоятельность у крестьянина, хоть и не полная. Так что феодализм – замечательный строй. Теперь при буржуазном строе разве так? Вот вы пойдете на работу, устроитесь на завод. Вам скажут «мы вас наняли на 8 часов» и в 8 часов вам будут указывать, что делать. Пойдите туда, сделайте то, потом то, потом вот это и так далее. Тут есть нормы, контроль и так далее. На заводе какая свобода? Там обстоятельства господствуют над вами, а не вы над обстоятельствами со знанием дела. Вот выйдите за ворота, тут, пожалуйста, свобода. Считается, что вы свободный человек, если свободно продали на 8 часов в день свою рабочую силу, то есть способность к труду. И в течение рабочего времени ее свободно использует тот, кто ее купил. Но кончится 8 часов, и вы скажете, «Все, а могут вас заставить работать сверхурочно?» Нет, это будет нарушением Трудового кодекса Российской Федерации. Так вот, миллиардер Прохоров хочет изменить Трудовой кодекс и заставить всех работать не 40, а 60 часов в неделю. Видимо, ему не хватает средств на покупку новых островов. Ни один помещик не додумался до того, чтобы сделать барщину такой, чтобы работник практически не имел времени для заботы о себе и своей семье. Помещики, между прочим, в случае голода у крестьян открывали амбары и выдавали зерно крестьянам, чаще всего в долг, потому что если умрут крестьяне, не будет помещика, а если будет мало крестьян, тогда помещик будет мелкопоместным дворянином, ничтожным по своему влиянию. Можно считать, что для своего времени феодализм был замечательным строем, долго от него не хотели освобождаться. Взять крестьян, в таких сарафанах ходили, а дворяне какие баллы давали, да разве нынешняя дискотека с ними сравнится, почему же феодализма не стало? Потому что крепостные крестьяне работали на барщине, хотя уже и не так, как рабы, но и без особого энтузиазма. Ну как могли относиться на барщине крепостные крестьяне к работе? Так что серьезную технику им лучше не давать. А техника развивалась уже вовсю в период крепостничества, уже открытия были крупные, сделаны технически, уже не только механизмы применялись, но и машины появились. Но эти машины не могут использоваться подневольными крепостными. Поэтому не только были крестьянские восстания Степана Разина, Петра Болотникова, Эмильяна Пугачева, но в России против крепостничества в 1825 году восстали даже передовые представители господствовавшего помещичьего класса. Декабристы. А царь, вместо того, чтобы сказать, что еще рано, подождите еще 39 лет, кого повесил, а кого в ссылку отправил. Почему наиболее просвещенные представители господствующего эксплуататорского класса выступили против феодализма? Потому что, как люди образованные, культурные, как передовые люди своей эпохи, они видели тенденции исторического развития и понимали, что для развития России нужно уничтожить крепостничество. И в России крепостничество довольно быстро уничтожили в 1861 году. А в Соединенных Штатах Америки в 1863 году еще только было уничтожено рабовладение. Истинно ради, следует отметить, что крестьян отпустили на волю, отобрав у них, отрезав значительную часть той земли, которую они фактически использовали. Поэтому земельный вопрос не был решен в 1861 году в России. Но после 1861 года никто в России за крепостничество не выступал. Да и затем события в России развивались не совсем так, как в других странах, которые почему-то называют передовыми. В них после буржуазных революций приходили феодальные контрреволюции. А в России через несколько месяцев после февральской буржуазной революции произошла социалистическая революция. История развития феодализма в различных странах подтвердила необходимость не просто скачка, но и полного переворота во всех общественных отношениях, в политической и идеологической настройке и перехода от феодализма к более передовому буржуазному строю. Политический переворот состоял в том, что феодальный класс, который был правящим, перестал быть правящим, а буржуазия, которая народилась в лоне феодализма, стала господствующим классом. Перед тем, как в европейских странах произошли буржуазные революции, в сфере общественного сознания также наметился переворот. Произошли изменения, затронувшие и историческую науку. В преддверии буржуазных революций феодальные историки доказывали, что управлять государством могут только благородные, а чернь, в том числе и буржуазия, не может управлять государством. В спор с феодальными историками вступили историки, явившиеся выразителями интересов класса буржуазии. Буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо выступили с теорией о том, что в обществе существуют классы и управлять государством могут не только феодалы, но и другие противоположные им классы. Тем самым они сделали выдающееся открытие. Впервые выдвинули теорию классов и классовой борьбы. Нередко открытие классов и классовой борьбы приписывают Марксу, но Маркс от этого решительно открещивается. В одном из писем Кугельману Маркс специально подчеркнул, что не открыл классы и классовую борьбу. Это сделали французские буржуазные историки. То, что я сделал, писал Маркс, сводится к обоснованию того, что первая предшествующая история есть история борьбы классов. Второе, эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата. И третье, диктатура пролетариата есть переход к обществу без классов к коммунизму. Таким образом, мы видим, что изменения в идеологической надстройке сыграли свою роль в подготовке буржуазной революции. Причем в России даже некоторые представители господствующего феодального класса выступили против прежней системы ведения хозяйства и прежнего общественного строя. Часть активна, часть пассивна. Те помещики, которые не выступали против отмены крепостного права, по сути дела поддержали эту отмену. За они не выступали, в отличие от декабристов. Против тоже не выступали. И что стало? И стала буржуазной Россией в итоге. Но царь и помещичья царская власть еще оставались. А кто царя прогнал? Большевики? Нет, буржуазия прогнала. Сказала, править вам уже хватит. И царь отрекся в пользу брата Михаила. Пошли к Михаилу. Время военное. Убедили его также отречься. При поддержке народных масс была уничтожена царская власть. Власть помещиков. Буржуазия, используя народные выступления в Петрограде, сформировала свое правительство. Произошла февральская буржуазная революция. В экономике она уже произошла давно. И, наконец, произошла и в политике. Буржуазное правительство не пошло на быстрое решение задач буржуазной революции и тем ускорило приближение социалистической революции, которая передала землю крестьянам, доведя тем самым буржуазную революцию до конца. Великая Октябрьская социалистическая революция по сути дела произошла мирно. В том числе потому, что те, кто ее совершал, были хорошо вооружены и готовы к подавлению любого сопротивления. А сопротивление, проводимому под руководством большевиков вооруженному восстанию рабочих, матросов и солдат, было слабым. Юнкера да женский батальон. До сих пор историки не могут точно сказать, сколько человек при этом погибло. И погибло ли, говорят, не больше шести. В современной России ежедневно в одних ДТП погибает гораздо больше людей, чем погибло в Октябрьскую социалистическую революцию. Генерала Краснова отпустили под честное слово, что он не будет воевать против советского правительства. Он вроде благородный был человек, но не сдержал своего слова и стал поднимать на дону казачество против советской власти, оказался среди тех, кто развязал гражданскую войну. В основе скачка, который произошел при переходе от феодального общества к буржуазному, конечно, лежали изменения в орудиях и средствах производства, которые привели к бурному развитию производительных сил. Это факт, что в рамках буржуазной общественно-экономической формации произошло колоссальное развитие производительных сил. Мы сколько угодно можем говорить, что это строй эксплуататорский, но предыдущий строй тоже эксплуататорским был. И рабство было эксплуататорским строем. И тем не менее, каждый способ производства и, соответственно, каждый общественно-экономический строй был способом и формой развития производительных сил. Недостаточно просто констатировать, там эксплуататорский строй, там эксплуататоры. Они подавляют, они господствуют, они паразиты. Это все так. Но это не вся правда. А правда состоит и в том, что каждый последующий строй способствует более быстрому развитию производительных сил. А главной производительной силой является трудящийся человек. Следовательно, переход от отживающей к более передовой общественно-экономической формации способствует развитию трудящихся. Хоть и говорят про крепостного крестьянина, что он темный, он уже не такой темный, как раб. По сравнению с помещиком, крестьянин был, конечно, темным, ясное дело. Он Вольтера не читал. Вот царица Екатерина II была просвещенной, и не только книги его читала, но и переписку с ним вела. Недаром ей в Петербурге хороший памятник стоит. Она и вокруг нее ученые-писатели-деятели искусства. Как стать просвещенным? Свободное время надо иметь, когда у нас появился капитализм, сколько у нас в России был рабочий день? 11,5 часов. А после февральской буржуазной революции, уже 8-часовой, расширилось пространство для развития работников. До буржуазной революции правил класс дворян. Буржуазия была подавляемым классом. Буржуазия взяла верх под общенародными лозунгами. Каков главный лозунг буржуазной революции? Свобода. От чего? От всего. И вот трудящиеся, которые участвовали в этой буржуазной революции, стали свободными от всего, прежде всего, от средств производства. Осталась у них только их рабочая сила, за счет продажи которой собственникам средств производства, капиталистам. Они только и могут жить в буржуазном обществе. Буржуазия обеспечила всем формальное равенство, про которое еще Чернышевский говорил, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. В современной России у олигарха Усманова порядка 18 миллиардов долларов, а средняя зарплата в России лишь 23 тысячи рублей в месяц. При этом 18,6 миллиона человек получают доход ниже 7 тысяч рублей в месяц, а топ-менеджеры, ведущих компанией, свыше 200 тысяч рублей в месяц. В банках топ-менеджеры получают около 300 тысяч рублей в месяц, а самые топ-топ-менеджеры, например, как в Сбербанке, получают в месяц свыше 3 миллионов. Зарплата плюс бонусы. Видно было, тяжкий этот труд со всей страны, со всего народа деньги собирать. Во всяком случае, чувствуется, что у нас свобода. Дескать, вы свободно несите деньги, а мы свободно устанавливаем себе зарплаты и бонусы. Кто сейчас устанавливает зарплаты? Не государство. У нас банки коммерческие, сколько хотят, столько и устанавливают. И все-таки капитализм, более прогрессивный строй, по сравнению с феодализмом. Многие в России в конце 19 века не хотели верить, что у нас рождается капитализм. Не хотели. Прямо писали, у нас община, у нас все по-другому. Ленин же в работе по поводу так называемого вопроса о рынках показал, что у нас развивается рынок для капиталистической промышленности. А более обстоятельно, на огромном статистическом материале, это Ленин доказал в книге «Развитие капитализма в России», написанной им в сибирской ссылке. Всылку Ленина отправили, сначала продержав в тюрьме. А в тюрьме он сидел за организацию «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». При царизме действовал такой порядок, что тех дворян, которые выступают за освобождение рабочего класса, надо сажать в тюрьму и отправлять в ссылку. И вот Ленин, отсидев срок в тюрьме, был отправлен в ссылку и используя в том числе и то, что пособие у него, как у дворянина, было немаленькое, больше, чем у других неблагородных, написал фундаментальную книгу «Развитие капитализма в России», изданную под псевдонимом В. Ильин. Она составляет теперь третий том полного собрания сочинения Владимира Ильича Ленина. Более скучной книжки у Ленина не знаю. Одни цифры. Показывается, как у нас нарождается капитализм везде. В деревне, в городах. Причем все по данным переписей. Земские переписи очень хороши были у нас тогда. Была прекрасная статистика земская. Такой сейчас нет. Настолько работа Лениным была проделана фундаментальная, что после этой книги дискуссии у нас в России по поводу того, развивается у нас капитализм или нет, завершились. И очень быстро. Но все это относилось к экономическому базису. А произошел в России переворот в надстройке в 1861 году? Нет. Он происходил в экономическом базисе. В экономическом базисе он шел без всяких разрешений или указаний феодальной власти. И так уже некоторые помещики отпускали крестьян и нанимали их уже как рабочих. А раз уж не было крепостных, значит, в экономике пошло бурное развитие капитализма. А в политике? Пока в политике переворот не произошел. Нельзя говорить, что эта революция завершилась, потому что революция означает переворот не только в экономическом базисе, но и в надстройке. А в надстройке буржуазный переворот произошел в феврале 1917 года. После февральской революции Троцкий выдвинул лозунг без царя, а правительство рабочее. Дескать, давайте прямо сейчас установим рабочее правительство и будем непосредственно переходить к социализму. А Ленин объяснял, что невозможно это. Пока люди работают по 11,5 часов и пока они не получат некоторого опыта участия в государственном управлении, для чего как минимум нужен 8-часовой рабочий день. Пока рабочие не привыкли пользоваться этим расширением свободного времени для участия во всех государственных делах, без этого никакого социализма быть не может. Поэтому не получается сразу без царя рабочее правительство. Должен пройти определенный период, хотя бы самый маленький, хотя бы несколько месяцев, когда люди не по 11,5 часов работают, а по 8 часов. И, следовательно, широкие массы, прежде всего рабочего класса, могут участвовать в революционном движении и в управлении государством. И вот пошел бурный процесс создания Советов, и в этом Россия вышла на самые передовые позиции по сравнению с развитием рабочего движения в других государствах. Потому что Советы придумал не какой-то теоретик, Советы придумали русские рабочие. Впервые в истории человечества они появились в России в Иваново-Вознесенске в 1905 году. Говорят, во Франции была парижская коммуна. И это великое достижение французского рабочего класса. А у нас таких городских коммун было 11. В 11 городах Советы установили рабочую власть. Только в Париже коммуна формировалась по территориям, по районам, по аналогии с тем, как формируется буржуазный парламент. А у нас Советы формировались из представителей заводов и фабрик, депутатов в Советы направляли от забастовочных комитетов. Забасткомы же это органы, которые могут остановить производство на предприятии в любой момент и тем самым представляли собой реальную власть. И вот если в других странах после буржуазных революций нередко происходили обратные перевороты к установлению власти свергнутого феодального класса, то есть совершались феодальные контрреволюции, то в России не удались ни феодальная контрреволюция, ни буржуазная. Советская власть доказала свой прогрессивный характер и в гражданскую войну, которую при поддержке империалистических государств развернула свергнутая российская буржуазия. Контрреволюция не получилась, хотя антанта белогвардейцам вовсю помогала. А почему? А потому что у нас не только рабочие, но и крестьяне, то есть сельские мелкие буржуа, то есть сельские мелкие буржуа, получившие наконец в результате Октябрьской революции землю, отдавать ее не хотели и встали грудью на защиту завоеваний Третьей Русской революции. Вот Деникин двигался с юга к Москве во время Гражданской войны. Все больше и больше завоевывал территорию и казалось, что советская власть висела на волоске. Но Деникин наступая отбирал у крестьян землю, которую передали им большевики, реализовывая эсеровскую программу разделения земли по едокам. Большевики понимали, что если разделить землю по едокам, то неравенство в деревне на основе товарного производства восстановится. Но если народ требует, надо осуществить его волю. И большевики эту народную волю осуществили. Большевики реализовали не свою программу уничтожения отрезков и создания общественного сельского хозяйства, а программу крестьянскую. И вот наступает Деникин, и везде, где он прошел, вешали тех крестьян, которые получили землю, и устанавливали опять помещичьи землевладения. И тогда крестьяне решили для себя, что большевики, конечно, плохие люди, но белогвардейцы гораздо хуже. Крестьяне решили с Деникиным и белогвардейцами биться насмерть. Погнали Деникина и белогвардейцев и разгромили их. Или кто думает, что рабочие без активной поддержки крестьян могли победить в гражданской войне, они победили также при помощи бывших царских офицеров, которые, между прочим, считали, что советское правительство это правительство отечественное, оно нам тоже не нравится, но оно же не иностранное, а другая часть офицеров, в целом менее высокого ранга, поддерживали иностранные правительства, направлявшие белогвардейцев. Рассматривая вопросы революции, мы должны отдавать себе отчет в том, что и в революционное время, наряду с более сильными прогрессивными тенденциями, имеются реакционные. Так что победа революции это победа прогрессивной тенденции, но это не значит, что реакционная тенденция после революции вообще исчезла куда-то. Она не пропала, может усилиться и привести к ликвидации завоеваний революции и снова к возврату всего старого общественного строя или прежнего политического строя. Конечно, возврат к прежнему экономическому строю вообще дело тяжкое. Например, превратить экономику капитализма в экономику феодализма еще никому не удавалось. Это не получится. Хотя монархические партии и есть и они выступают за то, чтобы у нас был царь или король, но чтобы вернуть царя или короля надо вернуть дворянство феодалов, а для этого нужно свободных работников снова сделать крепостными, вернуть феодальную зависимость. Но это сделать уже никакими силами невозможно. Поэтому все сводится просто к любви к маскараду, ведь царь ясно дело красивее одевается, чем президент. Некоторые у нас сейчас покупают дворянские титулы, есть же у нас сейчас всякие дальние родственники царей, королей, графов, и они не проще замзду устроить дворянский титул тому, кто, став преступным путем собственником нескольких крупных предприятий, хотел бы обзавестись и звонким дворянским титулом. Однако после того, как капиталистический экономический строй установился, вернуть крепостническое производство сбарщины никому не удавалось. Поэтому, хотя и может быть контрреволюция, и бывает контрреволюция, но не всегда контрреволюция может вернуть прежний способ производства. Трудно было и экономику первобытно-общинного коммунизма вернуть после того, как вожди племен вышли из общин, заведя себе рабов и заставив их на себя работать. Практически невозможно было вновь превратить в рабов и тех крепостных, которые уже освободились от крепостной зависимости. Также невозможно рабочего превратить в крепостного. Поэтому, когда мы говорим о контрреволюции как о перевороте в обратную сторону, противоположную прогрессу, мы осознаем, что все, что завоевала революция, контрреволюция забрать не может. Поэтому Ленин и говорил, что чем дальше зайдет революция, тем меньше отберет контрреволюция. Представим себе, что в 1917 году в России бы победил Корниловский мятеж. Что бы произошло, были бы попытки насадить крепостничество снова. Так если царь в 1861 году издал указ об освобождении крестьян от крепостной зависимости, так даже кровавая корниловская диктатура, попытавшись, не смогла бы вернуть крепостнический помещичье хозяйство. И поэтому с корниловщиной воевало временное правительство. А кто помогал временному правительству? Большевики, красногвардейцы. Сначала помогли разбить Корнилова, ну а потом разобрались и с временным правительством. Так бывает в политике. Большевики временно соединялись с теми, кто левее, чтобы вместе разбить тех, кто правее. Всякая контрреволюция это движение вспять. Ну а может быть криминальная революция? Нет, не может по определению. Потому что революция это гигантский скачок вперед в направлении общественного прогресса. Революции это локомотивы истории, это праздники угнетенных масс. Революция это гигантский шаг вперед, шаг прогрессивный, а не реакционный. Поэтому он может считаться преступным лишь с точки зрения тормозящего общественный прогресс бывшего правящего класса, с точки зрения реакционеров. Реакционеры возмущены тем, что хотя на них раньше все время работали, а теперь больше работать не будут. Поэтому представители реакционных классов и объявляют революцию криминальной. Тем более, что прежний правящий класс все сделал для своего господства, закрепив его законом и силой своего государства. Но революция разбивает в дребезги государство реакционного класса и рвет на клочки порабощавшие трудящихся прежние законы. Так передовая буржуазия, приходя на смену феодалам, поступила с феодальным государством и феодальными законами, установив диктатуру капиталистического класса. Также поступил и передовой рабочий класс России, камня на камне, не оставивший от буржуазного государства и обеспечивавший господство буржуазии законов, установив диктатуру пролетариата в форме советской власти. С точки зрения феодальной знати, когда к власти приходит какая-то буржуазия и устанавливает свою власть, это точно криминал, потому что она нарушает законы феодального государства. Не только нарушает, она вообще разрушает всю феодальную законность и устанавливает какую-то другую, для феодалов неизвестно откуда выскочившую, поэтому с точки зрения феодалов криминальную законность. А те, кто нарушает установленные классом феодалов законы, кто такие? Преступники. А раз они преступники, значит это криминал, и значит революция с точки зрения реакционного класса криминальная, но это с точки зрения реакционного, а не передового класса. Вообще историк это человек, который изучает современность как продукт предшествующего развития человечества. Знания исторические мы получаем не для того, чтобы рассказать, как нужно было действовать такому-то царю в прошлом, а для того, чтобы можно было сегодня сделать правильные выводы, в том числе в отношении проводимой политики, основываясь на историческом опыте человечества, той борьбы, которую человечество вело в разных формах, в том числе и внутри прежних обществ. Вот с этой точки зрения, когда нам сегодня рассказывают, что на Ближнем Востоке якобы совершаются революции, мы однозначно можем сделать вывод, что это обман. Есть там хоть одна страна, где совершается революция? Нет, там сейчас таких стран. Напротив, во многих арабских странах свое влияние усиливает Аль-Каида. Если Аль-Каида непосредственно придет к власти или придут близкие к ней буржуазно-исвамистские силы, это прогресс или регресс? В свое время уничтожавшие феодализм прогрессивные буржуазные революции отделили церковь от государства. Наиболее решительно выступали французские буржуазные революционеры за отделение церкви от государства и школы от церкви. И вот на Ближнем Востоке приходят или, возможно, придут к власти в целом ряде стран при поддержке крупнейших буржуазных государств, которые уже давно отделили государства от религии и церкви. Реакционные силы. Религии и церкви реакционные силы, которые вновь пытаются соединить государство и религию, как это было в период феодализма. В период феодализма имело место соединение государства и церкви. Это, конечно, не будет контрреволюции в том смысле, что как там был капиталистический строй, так он там и останется, не реставрируется крепостничество после прихода исламистов. Поэтому контрреволюции не будет, а вот наступление реакции будет, будет устанавливаться более реакционный политический строй по сравнению с тем, который имеется в США. Более реакционный, чем в Англии, более реакционный, чем во Франции и те же Америка, Англия и Франция, исходя из своих империалистических интересов, грубой силой насаждают реакционные исламские режимы, поскольку рассчитывают, что им легче удастся подчинить их своему влиянию. Какую еще власть, как не марионеточную, могут установить так называемые повстанцы, которые могут продвигаться только с помощью вооруженной поддержки империалистических государств? Известно, что буржуазия делится на национальную и компрадорскую. Что такое компрадорская буржуазия? Это буржуазия, которая не просто сотрудничает с иностранной буржуазией, а служит ей и за счет этого имеет свою прибыль. Компрадорская буржуазия обеспечивает передачу национальных богатств в руки иностранного капитала. США выгодно, чтобы в Ливии был компрадорский режим, и в Йомене было бы хорошо иметь такой режим. И в Сирии компрадорская буржуазия с удовольствием будет прислуживать американцам, потому что американцы ей за это платят. И вот уже компрадорские настроенные мелкобуржуазные элементы объявляют себя повстанцами, а крупнейшие империалистические государства поддерживают этих повстанцев. То есть получилось, что интересы крупной империалистической буржуазии, которая уже давно у себя отделила церковь от государства, требуют того, чтобы власть на Ближнем Востоке получили хоть и исламисты, но лишь бы они помогали из стран Ближнего Востока выкачивать те богатства, то сырье, которое нужно для обогащения империалистических государств. И в этом смысл организуемых там реакционных переворотов, которые для прикрытия выдаются за революции. Если раньше ЦРУ скрытно занималась организациями переворотов в интересах американской монополистической буржуазии, то сейчас этим занимаются другие организации открыто. В США есть так называемый Международный Республиканский Институт, который возглавляет бывший кандидат в президенты МакКейн. Этот институт располагает очень большим бюджетом, из которого оплачивается деятельность десятилетиями находящихся в соответствующих странах эмиссаров, которые там живут, работают, играют в гольф, контактируют, создают независимые от правительства соответствующие страны средства массовой информации, но, разумеется, зависимые от тех, кто платит деньги. И вот эти самые эмиссары помогают так называемым повстанцам, то есть сторонникам империалистической буржуазии в данной стране, компрадорской буржуазии, взять там власть. То есть получилось у нас, что мы искали, искали по всему миру современные политические революции и пока не нашли. Сейчас нет политических революций, потом стали искать контрреволюции и пока тоже не нашли, а реакцию нашли. Реакционные действия, проявление реакции, тенденции реакционные. Осуществление и поддержку реакционных тенденций тоже нашли. Политическую безграмотность или умышленное запутывание ситуации тоже мы нашли в отношении того, что происходит на Ближнем Востоке. Надо сказать, что, к счастью, тут у нас в России всех так не запутаешь. У нас очень много было здравых выступлений, в том числе и по телевидению, и в Думе, и в печати, в которых вполне правильно оценивается то, что происходит на Ближнем Востоке. И если не все, то очень многие знают, что у Маккейна есть большая карта, на ней зеленым закрашены все те государства, которые идут в кельваторе американского государства, и синим закрашены все те, кто проводит независимую от США политику. В синий попадают Россия, Китай, Северная Корея, Куба, Венесуэла. Значительная часть Африки и часть Ближнего Востока. Непорядок. Так надо навести американский порядок в мире, над чем работает бывший кандидат в президенты США Маккейн, который занимается непосредственно практической работой во главе соответствующего института. Однако вернемся к современной буржуазной России, которая, как известно, является преемницей Советского Союза. У нас в Советском Союзе был социализм, то есть коммунизм в низшей фазе, а сейчас в России капитализм, значит у нас произошла социальная контрреволюция. Остается выяснить ее период. Началась она с политической революции. Если социалистическая революция в политической настройке у нас произошла в октябре 1917 года с установлением диктатуры пролетариата, то политическая революция произошла в октябре 1961 года, когда 22-й съезд правящий КПСС принял новую партийную программу, из которой диктатура пролетариата была изъята. Это было началом перехода опять к диктатуре буржуазии. Не случайно уже в следующем 1962 году в Новочеркасске были расстреляны рабочие, выступившие против понижения расценок и повышения цен. Если диктатура пролетариата записана в программе партии, то ее может и не быть. Правильно? А вот если она выбрасывается из программы партии, ее уж точно не будет. В программе партии, написанной Лениным, от которой КПСС отказалась в 1961 году, было записано, что при дальнейшем росте производительности труда необходимо осуществить переход к шестичасовому рабочему дню с обязательством каждого работника два часа уделять ежедневно обучению военному, профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Это означало бы реальное осуществление диктатуры пролетариата. Программу эту не выполнили и при Хрущеве выбросили. Произошла политическая буржуазная контрреволюция и началась социальная, которая завершилась к началу 90-х годов полной ликвидацией общественной собственности на средства производства и установлением капиталистической системы хозяйствования соответствующим преобразованием всей системы общественных отношений, политической и идеологической надстройки. Из старых сундуков достали пропавший нафталином либерализм, который провозглашал, что, дескать, рынок все решит. Быстро выяснилось, что рынок крупных современных проблем не может решить, но зато крупные предприятия и лучшие научные и проектные институты может порешить. И рынок стал уничтожать высокотехнологические производства, институты, образование, культуру, медицину, науку. А что говорит передовая буржуазная наука? Что нельзя полагаться на рынок, а надо осуществлять государственное регулирование экономики. Кейнс об этом книгу написал в 1935 году. Общая теория занятости, процента и денег. А контрреволюционерам некогда было современные книжки читать. Они повторяли то, что было написано Адамом Смитом, применительно к современному монополистическому капитализму, а применительно к капитализму стихийной конкуренции, о невидимой руке рынка. В итоге был учинен форменный разгром экономики, от которого она до сих пор оправиться не может. Сейчас мы наблюдаем не извлечение уроков из пройденного, а ренессанс этого либерализма, которое было годно для прошедшего уже времени капитализма стихийной конкуренции. Раньше было так, что я произвел корзину и пошел на рынок. Купите, пожалуйста, корзину. А вы говорите, нет, корзину я не куплю. Я взял корзину и пошел домой, чтобы прийти завтра. Это было раньше. А сейчас я что, на свой страх и риск сделаю подводную лодку атомную? Заверну в газетку и пойду к метро? Купите подводную лодку. Вам не надо до Гавайских островов. Отлично доедете и пираты вам не помешают. Не купили? Я завернул лодку в газету и понес обратно. Так рынок регулирует. Да это просто смех. Сейчас ведь весь мир работает на заказ. Приехал товарищ Путин в другую страну и говорит «Хотите танки?» Те говорят «Хотим». «Давайте деньги». Те «Даем». Что мы продали? Идею танков. Идею продали. Этих танков нет еще. Мы лишь получили на них заказ и часть финансирования этого заказа. Мы в Индию так продали 300 танков. Индия заказала 300 комплектов, чтобы на индийском заводе самим их собрать. Пожалуйста. Послали в Индию комплекты танков наших. Они собрали их, индийские специалисты. Хорошие танки получились, только не едут и не стреляют. Индийцы «А вы не можете обратно забрать эти комплекты, собрать и дать нам готовые танки?» Мы «Давайте деньги». Забрали эти комплекты и дали им танки, которые ездят и стреляют. Индийцы нам наши руководители. Сначала идею танков. Продали идею танков, а как только деньги поступили, мы на эти деньги развернули производство, оплачиваем рабочих, инженеров, служащих, закупаем необходимые средства и материалы и производим танки, потому что мы умеем производить танки. Ну а пока не заключим договор и не получим под него финансирование, ничего не будем производить. Вот что такое работа на заказ. Они на неизвестный стихийный рынок. Или вот у нас есть новый самолет Суперджет. Наше правительство не очень его закупает и аэрофлот не очень хочет, но мексиканцы у нас купили. Что купили? Эти самолеты отдельные экземпляры, поэтому что купили? Идею деньги поступят, мы самолеты произведем и им сдадим. Деньги дадите, будут самолеты, деньги не дадите, не будет самолетов.